Доброе утро, друзья! По-прежнему сегодня пятница, 25 августа на календаре. Мы в студии хорошего настроения, Ольга Бурлакова, Александр Межен и мы не одни. Итак, встречайте, сотрудники столичной госавтоинспекции, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингородсполкома Сергей Зараник. Доброе утро! Доброе утро! И старший инспектор этого отдела Вероника Романькова. Доброе утро! Доброе утро! Ну и вдвойне приятно делиться новостями за чашкой ароматного чая со сладостями. Сладкие подарки предоставлены партнером программы кондитерской фабрикой «Витьба». Бисквитные сладости от «Витьбы» – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. «Витьба» наполняем жизнь вкусом! Попробуй нежные, клавированные пирожные с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как член на вокруг, и рядом не друг, Сила, смелость у нас наполняет «Сноу-Макс». «Сноу-Макс» – сказочно вкусно! Ну и сразу перейдем к делам насущным. Из последних новостей громких таких в мессенджере «Телеграм». Это аналог нам знакомых вайберов, чего еще, ватсапа. У столичной автоинспекции появился собственный канал «Пост ГАИ». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Да, это замечательная вещь, которая была разработана для того, чтобы в первую очередь помогать всем подписчикам на этом канале при информировании. В случае дорожно-транспортного происшествия онлайн мы предупреждаем, что на данном участке дороги происходит ДТП. Значит, человек может объехать эту помеху, чтобы не создавать дополнительные трудности для других участников дорожного движения, ну и также для себя. Также, где мы будем рассказывать, где будут указаны мобильные датчики скорости, где какие-то акции, рейды проводятся, вот как на сегодняшний день будет вводиться СКМ «Преднимание, дети». Также будем рассказывать о новациях, технологиях различных. Также будем простить граждан, если быть очевидцами дорожно-транспортных происшествий, чтобы магнитным тоже оказать содействие, ну подсказать, что-то видели, заметили. Это, можно сказать, сделано как помощь участникам дорожного движения при движении. Вообще так неожиданно, да? То есть я получаю смс-ку, банально так упростим, уведомление, в котором написано «туда не ходи, там сотрудники ГАИ с радаром на этой улице, лучше объедь». Также будет работать эвакуатор, в каком районе, примерно какая улица, чтобы люди тоже понимали, что не стоит здесь этого делать. Ну, очень информационный будет канал для того, чтобы было удобно всем. Ну, то есть, по сути, госавтоинспекция поморгала фарами всем водителям, но вот на таком вот мессенджере, как Телеграм, он далеко не у всех установлен. То есть почему именно такой выбор? Это пилотный у нас проект, мы в дальнейшем собираемся развиваться, где будет еще установлена обратная связь. Мы, может быть, перейдем где-нибудь в Фейсбук или еще раз в личные социальные сети для того, чтобы уже расширить круг общения. Ну, это хорошо. А вообще, поскольку информация будет доступна на мобильном телефоне во время движения, то вот я немножко себе не очень представляю. Ведь тебе надо будет достать телефончик, чтобы... То есть отвлечься надо будет водителю во время движения. Это же не только для водителя, это же только и пассажиры, и вы можете дома находиться в этот момент, и в офисе, и на работе, как бы. А некоторым даже не надо отвлекаться, у вас же, когда вы свечивают на телефоне, вы же видите их сообщение, сразу бегущая строка, даже не надо трогать, даже при заблокировавшем экране. Все продумали. Ну, у меня еще вопрос. Учебный год не за горами, практически последняя неделя. Какие мероприятия запланированы в связи с появлением большого количества детей на дорогах до начала учебного года? Перед учебным годом, конец августа, начало сентября, для госавтоинспекции это очень большой кусок работы. А именно с сегодняшнего дня, по 5 сентября, у нас вводится традиционное большое комплексное мероприятие под названием «Внимание, дети!». Оно пройдет не только на территории города Минска, но и также на территории всей Республики Беларусь. Естественно, на протяжении всего августа перед этим мероприятием столичная ГАИ совместно со многими службами города проводили мониторинг уличной дорожной сети на предмет того, насколько она вообще подготовлена для того, чтобы дети, водители безопасно начали учебный год. Также хотелось бы напомнить, что именно с сегодняшнего дня все водители должны передвигаться именно с включенным светом ближним фар, потому что сотрудники ГАИ будут пристально за этим следить. А мы не выключали. То есть не габаритные огни, а именно ближний свет фар. Это я так напоминаю. Да. И одним из новшеств в этом году совместно с столичным образованием, мы идем в плотной такой связке, разработаны такие интересные вещи, как каждая столичная школа, а в дальнейшем детский сад получили свои паспорта дорожной безопасности. То есть при посещении школы, скажем так, любой инспектор ГАИ может попросить данный документ, и там будет указана вся информация об этом учреждении образования на предмет того, как он подготовлен к новому учебному году, какие в нем произведены работы, и вообще схемы дорожного движения, схемы безопасного движения для детей, школа, дом. Ну и вот такой вот комплекс мероприятий. Возвращаясь к этому новшеству, Сергей, расскажите, пожалуйста, помимо канала «Пост ГАИ», мы знаем, что вы анонсируете еще один интересный интернет-проект, который называется «Дежурка». Что это? О чем? Это анонсирует наш коллега Александр Лостовский, начальник его с ГУД, Мингресс-полкома. Это, в принципе, аналогия, как и наш пилотный проект, в плане того, что тоже информирует, о чем занимается милиция вообще в целом. Не только госавтоинспекция, а именно вообще сотрудники милиции. На какие они вызовы приходится выезжать, где они помогают, кого они не задерживают. Ну, тоже очень интересная информация для всех наших жителей и гостей нашей страны. То есть госавтоинспекция на месте не сидит, за кустами не прячется. Она активно-активно-активно представлена на интернет-пространстве, ну и на дорогах. Еще и сообщает всем, где находится в данный момент. Да, это сделано для того, чтобы помочь людям. На самом деле, это очень интересно, удобно в плане того, что ездите, получили информацию. Или собрались куда-то, тоже хорошо, интересно. Сегодня гостями в нашей студии были начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ, ГУВД Мингресс-полкома Сергей Заранник и старший инспектор этого отдела Вероника Романькова. Спасибо вам большое. Мы не отпускаем вас пустыми руками. Хотим вам подарить угощение от нашего партнера, от партнера нашей программы, кондитерской фабрики Видьба. Угощайтесь. Пусть настроение у вас будет замечательное. Мы идем провожать наших гостей, а вы, друзья, смотрите новости 24 часа. Продолжение следует...